Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. Сегодня с вами снова Дуброва Ольга. И мы раскроем такую интересную тему, волшебную тему просто, как подзимний посев семян. Семян различных культур. Это как и овощные культуры, пряноароматические, многолетние, однолетние. В чем суть вообще подзимного посева и для чего он практикуется? К сожалению, мне кажется, он незаслуженно, мало используется садоводами в настоящее время. Суть этого метода в том, что растения, семена растений, которые попадают в почву, естественным образом проходят стратификацию. Это особенно важно для тех растений, которые мы в помещении, то их холод, то в тепло, то их холод, то в тепло. И так многократно, потом оказывается, что тепло было не то, и холод не тот, и ничего не получается. Следующий момент, для чего производится подзимний посев. Даже те растения, которые не требуют стратификации, их семена уже готовы к посеву. Они находятся в вынужденном покое семена. И попадая в почву, ранней весной они замечательно и дружно всходят. Это касается и однолетних растений. Ну и, конечно, подзимний посев освобождает нам подоконники весной, потому что их можно занять более ценными культурами, как помидоры и перцы. И также освобождает время наше, драгоценное весенний период. Мы можем забыть на некоторое время про культуры, которые мы посеяли, и вернуться к ним только тогда, когда они дружно зайдут и порадуют нас. Когда же производить подзимний посев? Для каждого будут условия индивидуальные, потому что все мы живем в разных широтах. Но однозначно это будет период с середины октября по середину ноября. Вот в этот интервал времени нам надо уложиться. Какая ошибка многих озородников, садоводов, которые пытаются произвести подзимний посев семенами? Ошибка такая, что слишком рано высевают различные культуры. И тогда растения успевают прорасти, а уже нежные проростки каких-либо культур, потому что не все они местные, и они тогда погибают, вымерзают, либо вымокают. Недаром часто я, по крайней мере, упоминаю о том, откуда растение родом, каково его происхождение. Отсюда надо и отталкиваться, потому что именно происхождение растения говорит о том, готово, способно ли оно к подзимнему посеву, либо нет. Нет смысла высевать подзиму тропической культуры, потому что они однозначно в какой-то период вымерзнут. Либо вымерзнут проростки, либо набухшие семена не выдержат низких температур и просто загниют в нашей почве, в условиях нашего климата. Могу сориентироваться так, но мне кажется, это будет тоже немножко некорректно по отношению к начинающим огородникам, потому что, сказав, что подзимний посев производим тогда, когда температура почвы на глубине 5 см будет составлять 2-4 градуса, это как-то звучит устрашающе. Поэтому давайте ориентироваться на сообщения синоптиков и ожидайте такой момент, когда будет понятно, что в ближайшее время уже наступили заморозки невысокие, и в ближайшее время не предвидится периодов потепления, явных периодов потепления, то есть начнутся устойчивые холода. Почву для подзимнего посева, грядочку или какое-то место на кумбе надо, естественно, подготовить заранее. Подготовить заранее – это значит ее хорошо перекопать, удалить какие-то крупные части, крупные комки земли, естественно, их раздробить, размягчить, и внести туда либо компост, либо перепревший навоз, но обязательно вызревший. Вносить ли удобрения под зимний посев? Ну, это ваше право, потому что если почва скудная, и не то у вас компоста, либо перегноя хорошего, то можно и внести осеннее удобрение, либо удобрение, в котором высокое содержание калия и фосфора, все равно фосфор будет долго лежать в земле, и только с повышением температур, с талами водами, он станет доступен корням проростков. А можно эту операцию провести весной, когда снег сойдет, а можно уже по тающему снегу. Все это будет полезно, и не переживайте, если вы забыли или не успели внести удобрение с осени. С удобрением мы разобрались. Ну, и еще такой момент, что если все же вы не смогли сориентироваться по погоде, когда и вас терзают сомнения, а вдруг они прорастут, то тогда вы готовите грядку, делаете рядочки в грядке, и когда почва подмерзнет, и уже по сухой подмерзшей почве в эти рядочки вы высеваете семена, и присыпаете их сверху либо торфом, либо песочком, либо другим сухим грунтом. Необходимые условия, которые надо обязательно выполнять, и помните об этом, все должно быть сухим. Семена сухие, вызревшие, ни в коем случае не замачивать, как бы вам не хотелось, глядя на какую-нибудь засохшую скорлупку. Сухой должен быть грунт, которым вы присыпаете рядочки. Сухая должна быть мульча, будь то опилки, либо торф. И ни в коем случае не надо поливать ваши подзимние посевы, потому что вы таким образом можете спровоцировать преждевременное набухание, и тогда семена даже холодоустойчивых культур могут у вас не прорасти, а семена могут погибнуть в почве за счет холодных температур. Поэтому запоминаем, все должно быть сухим. Ну и давайте, конечно, от слов перейдем к делу, и я вам покажу, как все это проделать на практике. Значит, как вы видите, я уже подготовила грядочку. Я ее перекопала, разровняла. Ну, это вы умеете, конечно. Единственное, что хочу я отметить, если вы выбираете место для подзимнего посева, и понимаете, что участок у вас весной остается очень долгое время за счет экспозиции солнечной, либо структуры почвы, либо еще по каким-то причинам остается очень долгое время влажным, подтопленным, то, конечно, надо сделать приподнятую грядку. Легким движением лопаты мы ее вот так вот насыпаем. Сбоку получается у нас канавочка. Насыпается на такую высоту, как вам нравится, либо как-то вот требуют ваши условия. Вот этот край у нас уже приподнят. К тому краю мы не пойдем, не будем тратить наше драгоценное время. Снова же убираем тут всякие остатки, которые появились растительные. Равняем граблями, рукой, чем у кого лучше получается. Крупные комья земли либо разбиваем, либо так разминаем. Снова же зависит от структуры почвы. Проделали это. Ну, у меня есть припасено удобрение комплексное с высоким содержанием азота и фосфора, как видите. Мы его рассеваем. Земля такая очень легкая, поэтому пусть себе оно там лежит и начинает уже потихоньку работать, чтобы весну я не отвлекалась. на это мероприятие, как подкормка. Заделываем удобрение. Обкатаем землей, чтобы семечко не легло. Ножевое удобрение открытое и не обожглось потом в процессе его растворения в почве. Как мы будем высевать? Семена бывают, как вы знаете, разные. Бывают семена очень мелкие, мельчайшие, просто мелкие, средние и крупные. Давайте посмотрим. Я приготовила специально разные варианты. А это заранее приготовила этикеточки. Можно обозначить рядочки просто колышками, если вы знаете, что вы сажаете и верите в то, что вы до весны не забудете. Ну вот, крупные семена начнем с крупных семян. С ними, конечно, все просто. Потому что их посев можно поручить даже ребенку. У меня это календула. Пусть оно звучит банально, зато, мне кажется, наглядно. Семена крупные. Делаем рядочки. Рядочки вы можете сделать, как вам удобно. Может быть, у вас есть маркер специальный. Можно лопатой сделать рядочек. Для крупных семян глубина заделки порядка 5-6 сантиметров. Не переживайте, они взойдут. Конечно же, посев делается немножко гуще. Мало ли что. А можно лопаточкой. Это как кому удобно наметить рядок. Наметили рядок. Поставили, чтобы не забыть этикеточку. И производим посев. Пусть он будет немножко густенький. То, что зайдет лишнее, мы весною проредим. Можем посадить на другое место, если это растение не со стержневой корневой системы. И слегка так приравняем край, который получился. И этот рядочек, как я уже говорила, мы присыпаем сухим торфом. Для того, чтобы, во-первых, семенам было комфортно. И чтобы весной, после многочисленных талых вод, здесь не образовалась корка. Можно присыпать мелкими опилками. Вот так вот мы заделали наш рядочек календула. Все, пусть он растет. Прорастает. Семенам, которые помельче. У меня эта хризантема пахучая, однолетняя. Она называется по-латыни инодорум. Ну, типа они мелкие, но на самом деле это средние по размеру семена. Мы их тоже сеем немножко гуще, как если бы мы сеяли весной наш горшочек. Посеяли. Что-то просто может не взойти. Семена, которые собираем мы сами, физиологически, иногда имеют невысокий процент в схожести. Это заложено природой. Те, которые покупаем в магазине, они, конечно, откалиброваны и имеют схожесть, заявленную производителем, порядка 90, иногда даже 100%. Но физиологическая схожесть семян у тех, которые мы сами собираем либо в природе, она бывает, даже составляет порядка 20-40%. Поэтому сеем немножко гуще. Снова немножко подровняли. И чтобы прижать такие семена, давайте мы их присыпем песочком, чтобы их не размыло. Песочком можно присыпать еще удобно для того, чтобы наши рядочки были видны. Допустим, на какой-то клумбе уже готовой с многолетниками, которые растут там у вас постоянно, вы посеяли что-то, не отметили, но отметили, песочком. И тогда весной этот рядочек будет у нас заметен. И легко различить будет появляющиеся всходы от сорняков. Снова, конечно же, ставим этикетку либо колышек, направляющий, как посеяны растения. Теперь давайте посеем мелкие семена. отравняем то, что я натоптала. Мелкие семена мы практически не заглубляем. Мы вот такую проберем дорожку, чтобы было ровно. и в качестве мелких семян, чтобы, во-первых, это было как-то заметно, я запасла семена львиного зева. вот они такие мелкие. Сеем тоже густенько. Посеяли. Если семена очень крупные, мы можем их сеять гнездовым способом. То есть, делать луночки и в эти луночки через определенное расстояние выкладывать семена. Например, люпин многолетний. У него достаточно крупные семена. Выкладываем 4-5 штучек на всякий случай и присыпаем обычным способом. Ну и давайте припорошим наш львинозев торфом. И, как я уже говорила, мы не поливаем ни грядку, ни рядочки. Все должно происходить естественным путем. В зависимости от температуры оболочка семян будет приспосабливаться к внешним условиям и в зависимости от влажности. И будет постепенно готовиться к зиме, если мы их посеяли в срок. Таким образом можно еще посеять семена. Допустим, у вас большая площадка и вы хотите создать большой цветник из одного какого-то вида растений, а может даже и нескольких. Поэтому точно как мы сели бы, например, сидираты, давайте мы их просто сделаем разбросным методом. Давайте, чтобы было видно, будем сеять в календуру. То есть мы равномерно распределяем по площади грядочки наши семена. Лишнее мы удалим весной. Если система корневая нестержневая, то мы их можем рассадить. А если они нам сильно не нужны, то мы тогда и не будем стремиться их сохранять. И сверху снова же засыпаем либо торфом, либо каким-либо другим грунтом, который рыхлый и подсушенный. Там у нас не хватило, но принцип вы поняли, что они должны быть присыпаны сверху сантиметра 3-4, потому что мы их расположили на поверхности, значит, сверху 3-4 сантиметра присыпаем. Еще вариант для некоторых растений это посадить, вернее, посеять семена в плошку. Мы набираем грунт с такой целью, например, чтобы весной еще больше ускорить прорастание семян и запастись какими-то ценными растениями. Вот, например, у меня здесь аквилегия, коробочки аквилегии, которые требуются все непременные стратификации в зимний период, либо если мы их высеваем в условиях комнатных, тепличных, то все равно мы должны им создавать температуру 4-6 градусов для того, чтобы они прошли стратификацию в течение месяца. так же поступаем и с другими растениями, которые требуют стратификации. Засыпаем сверху грунтом либо торфом. Торф у нас закончился, значит, грунтом присыпали, уплотнили. Если семена очень мелкие, то мы их просто можем вдавить в грунт. Делаем в почве грядки углубление помещаем туда наш горшочек, обкладываем землей и оставляем до весны. Когда наступит температура на улице такая, что мы сможем его извлечь из мерзлой земли, мы вносим в помещение, потому что, допустим, к февралью месяцу сертификация уже семян пройдет, мы заносим в помещение, где они с успехом быстро тронутся в рост и семенной материал получится здоровым и качественным. Как еще можно ускорить производство ранней зелени либо ускорить цветение каких-то растений? Например, хочется нам пораньше получить букет астры. Тогда еще с осени, когда почва не мерзлая, мы втукаем в нашу грядку с посевами дуги. Эти дуги остаются на зиму, потому что вернувшись к этой грядке где-нибудь в феврале месяце, мы дуги воткнуть уже не сможем, земля будет промерзшая на достаточную глубину. И в феврале в марте месяце, когда сойдет снег в вашей местности, мы на эти дуги приготовленные с осени натягиваем спонбонд. И вот в этой импровизированной мини-тепличке все процессы, что бы вы ни посеяли, будь то овощные, пряновкусовые, многолетние, однолетние растения. Все пойдет быстрее. И вы сможете порадовать себя и удивить своих близких ранней зеленью или ранним цветением или большим количеством уже здоровой выросшей рассады. Ну, пожалуй, про подзимний посев и все. Мне кажется, что все у нас получится. Главное определиться со списком мечты, которые мы хотим иметь весной-весенний период. Удачи вам в ваших начинаниях. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова